Спасибо. Народ Божий, встанем и поднимем тебя и прославим Господа. Друзья, давайте приготовим наши сердца. Сегодня нам будет слушать Сергей Журавлев. Хорошее было время, мы получали два дня. Сегодня будем еще больше получать. Он же Дух Святой, что запланировал, особенное для нас. Аминь, друзья. Давайте помолимся и будем начинать. Аллилуйя Тебе, слава Тебе, боже, хвала Тебе, осана Тебе, Иисус Христос. Мы просим Твою большую благодать, Отец, чтобы благодать была Твоя, Отец. Чтобы небеса на этом месте были, Отец. Как на небе, так и на земле, Отец. Во имя Христа, открывай сердца, помазуй слово, Отец. Чтобы Господь, правда, твердыни рушились, Господь, религиозные. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, правдевай свою работу. Во имя Иисуса Христа. Открывай наши разы, открывай сердца. Во имя Иисуса Христа. Благослови нас сегодня, Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови нас сегодня, Отец. Благослови нас сегодня, Отец. Аллилуйя, славя тебе, Иисус, мы славим, славим, славим. Славим Бога сильного, мы славим Бога крепкого. Мы славим Бога сильного, сильного, крепкого, крепкого и всемогущего. Мы славим Бога сильного, сильного, крепкого, крепкого и всемогущего. Мы славим Бога сильного, сильного, крепкого, крепкого и всемогущего. Слава тебе, всемогущий, слава тебе, Бог великий. Слава тебе, ты достоин всей славы и чести. Слава тебе, всемогущий, слава тебе, Бог великий. Слава тебе, ты достоин всей славы и чести. Мы славим Бога сильного, сильного, крепкого, крепкого и всемогущего. Мы славим Бога сильного, сильного, крепкого и всемогущего. Мы славим Бога сильного, сильного, крепкого и всемогущего. Мы славим Бога сильного, сильного, крепкого и всемогущего. Государственное, сильное, cheeriosune. Мы славим Бога сильного, сильного, крепкого и всемогущего. Слава Тебе, всемогущим, Слава Тебе, Бог Великий. Слава Тебе, Ты достоин всей славы и чести. Только Ты, слава Тебе, всемогущим, Слава Тебе, Бог Великий. Слава Тебе, Ты достоин всей славы и чести. Ты наш Бог, слава Тебе, всемогущим, Слава Тебе, Бог Великий. Слава Тебе, Ты достоин всей славы и чести. Мы славим Бога сильного, сильного, крепкого, крепкого и всемогущего. Мы славим Бога сильного, сильного, крепкого, крепкого и всемогущего. Мы славим Бога сильного, сильного, крепкого и всемогущего. Слава Тебе, Господь, превозносим имя Твое. Ты наш царь, Ты наш Господь, превозносим имя Твое. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Благодарим Тебе, Господь, пред Тобой склонятся все племена земли. Все народы скажут, что Ты Господь. Благодарим Тебе, Господь, Бог Великий. Слава Тебе. Да поклонятся Тебе. Народы всей семьи. О, святый Бог, да вас дадут хвалу Тебе. Богу славы, да поклонятся тебе, да поклонятся тебе О наш Господь, народы всей земли О святый Бог, да вас дадут хвалу тебе Богу славы И пусть поклонится вся земля, да поклонятся тебе Всемогущему народы всей земли О святый Бог, да вас дадут хвалу тебе Богу славы Асана, святому святы 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 Ты всемогущий Ты святой Ты выше неба и земли Слава твоя, Господь Ты святой Да наполнится небо и земля славой твоей Как воды наполняют моря Пусть явится слава твоя на земле И воздадут тебе все племена земные Славу, хвалу, величие и могущество Бога нашего И пусть поклонится всякое колено И всякий язык пусть исповедует Что ты, Господь и Бог И нет другого Ты один Да поклонятся тебе Народы всей земли Да вас дадут хвалу тебе Наш царь Иисус Наш царь Иисус Богу славы И пусть поклонится вся земля Да поклонятся тебе О, мой Господь Народы всей земли О, святый Бог Я вас даду хвалу тебе О, Богу славы Асана Асана Святому святы Асана Святому святы Асана Асана Святому святы Асана Богу выше Святому святы Слава царю нашу Асана 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 Святому святы Асана Святому святы Асана Боже, благодарю Тебя за этот семинар, благодарю Тебя за то, что действительно Слово Твое, истина Твоя освобождает. Ты наша свобода, Ты наша жизнь. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь. Этим вечером, третьим вечером уже этого семинара, Боже, благодарю Тебя. И прошу Тебя, действительно, совершай Господь свои деяния. И в этом зале сейчас, среди нас собравшихся, и Господь в этом городе, благослови Кривнас, благослови Господь Божий всю Украину. Благослови Господь, по богатой Своей милости, Боже Святой и славы Тебе. Благослови, потому что без Тебя ничего не можем сделать, но с Тобой мы можем сделать все. Спасибо Тебе, Господь, за все. Аминь. Аминь. Краткие семинары, один вечер, два, три вечера, это как ознакомительные такие семинары. Я стараюсь на них свидетельствовать, стараюсь говорить о том, что Бог сделал в моей жизни. Стараюсь говорить какие-то факты такие запоминаемые, которые помогут действительно вот в освобождении. И нам ходить в свободе, стоять в свободе, и помогут людей освобождать, помогать другим людям, запутавшимся в всевозможных заблуждениях и везде. И место из Писания, которое я озаглавил, в котором я озаглавил все эти три вечера, это Иоанна 8,32. Иоанна 8,32, где сказано, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. И познайте истину. Как ученикам Христа нам познание истины важно, нужно. Именно это делает нас свободными. Познание Господа нашего Иисуса Христа, пусть благодать от него множится. Слава Богу. Вот, и возлюбленные. Сегодня, кстати, особенный вечер такой, и с наступающим вас Новым Годом. Да, кстати, вот последние минуты, да, вот наступает Новый Год уже, довольно интересно, о котором большинство христиан как бы забыли. Вот, да и не знали многие, наверняка. А Бог ведь 3331 год назад сказал, что месяц сей, да будет начало месяцев года у вас. Вот, и поэтому есть исчисление времен от создания мира, от нашего пра-пра-пра-пра-пра, много раз пра, пра нашего отца Адама, и нашей праматушки Евы, вот, от наших прародителей, пращуров на дворе 5779 с половиной год. Вот, вот, но это отчет исчисления лет мы ведем, как бы, по традиции, древнейшей традиции еще от Адамаевых времен. Ну, наш пра-пра-отец жил, очень большую жизнь прожил, почти тысячу лет прожил. Ну, хотя в небесном измерении это даже не полный день был, почти день прожил. Вот, и наша пра-матушка, тоже дема, она прожила тоже большую жизнь, чуть поменьше, но тоже почти тысячу лет прожила. Вот, и потом, конечно, люди жили, конечно, гораздо меньше, до потопа, после потопа и того меньше, срок жизни стал сокращаться человеческой, вот, и, знаете ли, но отсчет лет от Адама, от создания мира, от создания Адама, да, значит, до рождения Адама, он идет. Но, когда Бог выводил нас из Египта, он сказал, интересно, что он дал еще один отсчет времени, еще один отсчет. Сегодня 29 число, завершение месяца Адар, по-танавски Айдар, по-неврейски Адар, значит, завершается и начинается первая Ниссана сегодня вечером, первая Ниссана или первое число месяца Авив, Авив. Сегодня, если будет ясно на небе, то, значит, мы видим зарождающийся серп такой, зарождающийся Луну, вот, значит, и зарождающийся месяц. Первая Ниссана начинается с вечера, да, ну, в библейском календаре все так вот, с вечера и до вечера. Как написано в Библии, да, и был вечер, и было утро, день какой-то. В солнышном календаре обычно, как мы говорим, с полуночи до полуночи, да, ведем исчисление лет, ну, суток. А в библейском исчисление по-другому, там, с вечера до вечера. И вот сегодня вечером начинается новый месяц, первая Ниссана, и Новый год, так что вас с Новым годом, с новым счастьем. Наступает 3331 год от нашего исхода. Наступает 3331 год сегодня, так что загадывайте желания. Санга не будет, будет батюшка. Сегодня. И я, значит, в этот Новый год, который встречаюсь с вами вместе, вот, я думал, изначально планировал его встретить у себя в Киеве, в церкви, но встречаюсь здесь с вами, этот 3331 год, вот, и... Ну, и скажу, что этот месяц наступающий, месяц Ниссан, месяц Авиф, это месяц исхода, месяц выхода из рабства, месяц Пасхи. Потому что в полнолуние этого месяца, который в этом году выпадает на 19-20 апреля, в гражданском исчислении, вот, да, это будет, соответственно, 14-15 апреля, Ниссан, да. Мы празднуем исход Пасху, Песа. Пасха, величайший праздник. Да, уже больше трех тысяч лет звучит. Отпусти, мой народ. Let's my people go. Отпусти, мой народ. Да, эту Пасхальную песню мы снова будем петь на Пасхальном таком ужине, с Эдерем. Вот, 19-го и 20-го апреля, получается, 14-го и 15-го Ниссана, мы будем праздновать в Киеве, в церкви, будем праздновать общий церковный и с гостями, вместе с молодежью, с миссией, интернациональное такое собрание будет с разных стран. Будем делать такой интернациональный седер, Песах, будем праздновать Пасху. Ну и затем вся неделя следующая, после 20-го, получается, числа, неделя опресночная идет, неделя, когда мы едим хлеб бедности, едим опресночь, едим мацу, хрустим мацой и размышляем о великой тайне и провозглашаем, ой, 3331 год уже провозглашаем. Мы не рабы, рабы не мы. Бог – наша свобода. Знаете ли, и что Он – наше освобождение, Он – наша жизнь. А новозаветное понимание Пасхи, Песаха – это еще больше чудо. Ведь наша Пасха, как пишет Шауль, да, Павел Апостол, он пишет, «Наша Пасха – Христос, Пасха наша – Христос, заклон за нас». Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Тогда был Моше, тогда был Моисей, Мозес, да, он провозглашал, отпустивый народ, Божье послание, Евангелие тогда – это освобождение Царства Божьего, которое было прообразом, предугадыванием, пророческим указанием на настоящее уже Евангелие, Царство Нового Завета уже. И тогда на косяках домов была кровь агнцов, кровь ягнят. Сейчас на косяках нашего разума, нашего сердца, наших домов, наших семей, общин, церквей, народов кровь агнца Божьего Иисуса Христа, кровь великого агнца, агнец Божий, взявший грехи всего мира. Пасха Нового Завета, продолжающийся, исход продолжающийся уже почти два тысячелетия, начиная с 30-го года нашей эры, когда это произошло, таинство, потому что Христос родился чуть раньше, чем это принято считать, на три, ну, три с половиной года, будем так говорить, исторически. И в 30-м году нашей эры, вот, в гражданском исчислении, произошло это чудо, когда Маширах сказал, Христос воскликнул, совершилось, и завеса в храме разорвалась. Я не хочу жить за завесой, за стеною глухой, мое сердце с тобой, мой сын дорогой, я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я овообще родной, мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я каждую Пасху, перед Пасхой обычно, как раз в понедельник сделаем это, даст Бог вечером, у себя в церкви уже в Киеве, будем смотреть эти мюзиклы, и вот разорванную завесу особенно люблю. Старый мюзикл, я когда был в Риге, у Алексея, пастора, да, в гостях, я очень люблю его, люблю его творчество, и когда был у него там, то я ему сказал, что вот за эту песню, я его полюбил еще больше, и за этот мюзикл, «Разорванная завеса», рекомендую посмотреть, и еще «Исход», «Исход», когда действительно это, скажу, как гимн Пасхи, гимн выходу, мюзикл «Исход» Алексея Литяева, просто рекомендую посмотреть, кто не смотрел, посмотрите, мюзикл «Исход», особенно «Финал», это песня, говорящая о великом последнем исходе, самом последнем исходе, потому что исход Моисея времен, исход нынешний, Иисуса Христа, а есть еще и грядущий исход, поэтому Пасха для нас праздник не только прошлого или настоящего, это еще и праздник будущего, Великий Исход, и там поется прекрасная песня. Небеса, манят и ждут меня, Небеса, с каждым днем родней и ближе, Небеса, сарь его нового дня, я, Господа, грядущего вижу, Небеса, манят и ждут меня, Небеса, Небеса, с каждым днем родней и ближе, Небеса, сарь его нового дня, я, Господа, грядущего вижу. И Библия завершается прекрасными словами, друзья, гряди, Господи Иисусе, возвращайся, Господь Иисус, мы ждем тебя, гряди, Господи Иисусе, гряди, Господь Иисус, возвращайся. Великий Иисход. Спасибо, Господь, спасибо за этот Новый год, новый месяц и Новый год нашего Исхода. Спасибо за Боя Пасху. Весь этот месяц, наступающий Несан, мы преисполняемся радостью Иисхода. Спасибо за Моисея. Спасибо за то, что ты совершил, когда 3331 год назад. Спасибо, Боже, спасибо. Спасибо, что ты совершаешь сейчас, сегодня, сейчас, великий Исход. Исцарство тьмы, в Царство возлюбленного Сына Своего Иисуса Христа. Благодарю тебя за кровь агнца Твоего на косяках наших сердец. Благодарю тебя за кровь святую Сына Твоего, Господа, Спасителя моего, Который искуплен я от суетной жизни, Которой мы спасены, исцелены, благословлены. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Братья, сестры, я восхищен Богом, очень благодарен Ему, и, конечно, я понимаю, надо семинар продолжать, но я просто, но если касательно семинара, то скажу, что вопрос как раз позвучал, сестричка спросила как раз перед собранием, вот почему Пасха в разные дни совершается всегда. И православная традиция, церковная традиция Пасха всегда позже совершается, на неделю позже, из-за чего? Ну, из-за антисметизма, из-за многовековой такой проблемы, гордыни. А ведь Павел предупреждал, слушайте, Павел предупреждал, он как воду глядел, слушайте, он действительно предупреждал ветви, привившиеся, чтобы они гордились перед отпадшими природами, но чтобы боялись, но буквально и стали гордиться, и не бояться. И вот эти напасти из-за антисметизма в христианстве, в историческом христианстве столько зла, можно хоть новые семена начинать, недельные или двухнедельные, я могу рассказывать каждый вечер вам такие вещи, что голос поднимаются. И столько зла в христианстве по сей час притом, по сей час, хотя, слава Богу, за последние пять столетий эпохи Великой Реформации великое такое очищение поэтапное освобождение церкви идет. Слава Богу, что на смену такой многовековой эпохи Великой деформации, деградации церкви наступила эпоха пять столетий назад Великой Реформации, то есть Реформации, то есть восстановление, покаяние, исправление церкви и постепенно, поэтапно, шаг за шагом, особенно последнее столетие, идет путь освобождения, в том числе и от антисемитизма, от этих пут весовских. И на злой евреи много что сделала церковь историческое христианство, но касательно Пасхи то же самое. Лишь бы ни в одно время с евреями. Хотя, если внимательно мы Библию читаем, то мы должны понимать, что это не просто еврейский праздник, друзья, это праздник Всевышнего Бога. Здесь хочешь, не хочешь, получается, не просто на зло евреем сделали, а на зло Господу Богу. А вчера я вам рассказывал про куличики. Понимаете, если все рассказывать, там нормальный человек все тошнит просто. И скажу, что действительно насколько далеко можно было уйти от истины, сбившись с курса, заданного Богом курса. Сам Иисус, он есть путь истинной жизни. И Иисус, он стал, скажу так, на многие столетия в христианстве историческом стал таким неким свадебным генералом. Знаете, который вроде как очень важная персона там, но на самом деле его в общем-то задача очень довольно таки простая, быть украшением дополнительным этого интерьера. Вроде в почетном месте сидеть и в общем-то оливье и прочее для него все как бы да, но он по сути свадебный генерал. Просто для того, чтобы потом говорили, вот какая была свадьба, аж генерал. Знаете ли, или как английская королева, вроде как королева, а она даже свой бюджет лично не может контролировать, за нее там решают все. Понимаете ли, но Иисус, Сын Божий, он не согласится на такую роль, отведенную ему в историческом христианстве и многие столетия вот это по сути де-факто де-юре, он всегда был главой церкви де-юре, но де-факто было все иначе, как правило. Но пять столетий назад постепенно власть Иисусу стала возвращаться в церкви. Как наши предки писали, вся власть с советом с этими плакатами выходили, шли на баррикады. Но знаете, да, мои там дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка были революционерами и знаете ли, из потомственных я безбожников, к сожалению, так вот получилось. Вот, да, нас бросала молодость на Кронштадтский лет. Бабушка очень любила это стихотворение. Она у меня ветеран была ЧК, и КВД еще тогда еще в 20-30-е годы сделала карьеру до войны еще в этих органах. И ее родители, мои прабабушка, прадедушка, еще до революции сидели при царе-батюшке там в тюрьмах за революцию, то есть они были как бы такие революционерами. Но они шли и свою жизнь голубушку не щадили и других не щадили ради такого светлого будущего, которое как бы им грязилось. Они считали, что будущее поколение спасибо им скажут вообще за то, что все это они делали. Но сегодня, спустя столетия, мы видим, что без Бога не до порога, без Бога все вот это мнимое исправление мира это лишь порча, очередная порча этого мира. так что текуно вам восстановление и исправление мира возможно только лишь с Богом и в Боге. Без Бога это жалкая породия, драги комитии получаются, действительно. Так вот, дамы и господа, хорошо, да, у нас времени не так много, я хочу сегодня несколько таких фактов назвать важных. Ну, про Пасху начать говорить, про Пасху. Запомните две вещи. Все беды в христианстве есть много других разных источников, но две основные проблемы, с которых происсихают все беды христианства исторического. История церкви моя любимая тема и говоря о свободе вот религиозного культизма, я, конечно, вынужден, даже обязан, просто просто обязан назвать эти две проблемы. Два важных источника всех этих бед исторического христианства, от которых в последние столетия мы избавляемся постоянно, особенно в последние столетия освобождаемся. Так вот, первое, я уже, как бы, сказал чуть-чуть, антисемитизм. Антисемитизм. Вообще, любая вражда, межнациональная вражда, она была прибита ко кресту Господа Иисуса Христа. Бог, Он разрушил стоявшую многовековую преграду между евреями, неевреями, между разными народами, и то, что коммунисты провозглашали в свое время бесовский интернационал, красный коммунистический интернационал, на самом деле это маниат и извращение. На самом деле интернационал, он есть, но он Божий интернационал. Божий, и он не при Марксе и Ленине, нет, нет, он при Иисусе Христе во времена те еще 2000 лет назад, он был уже свершен. И на протяжении столетий он раскрывался, этот Божий интернационал. Потому что во Христе всякая межнациональная вражда была убита уже. но ну да и Юре, но фактически эта вражда она еще есть. Это похоже знаете на что? Допустим заноза попала, да? И она уже стала уже болеть, уже пульсировать уже, да? Вот удалили занозу, уже почистили ранку, да? Но еще болит еще. Переназали, все обработали, а все равно болит. Хотя удалили занозу, но еще какое-то время еще болит еще. И вот то же самое. 2000 лет назад вот эта страшная заноза вражды всякого рода, она была удалена Господом. Но спустя даже 2000 лет еще болит еще. Очень серьезно. Тем более то раму стали теребить, особенно в средние века, очень жестоко. Да и сейчас порой терегат. Знаете ли, от этого не лучше, лишь хуже. Единственное, что может быть излечением, это просто успокоиться, оставить все в покое и просто благодарить Бога Всеногущего. И действительно в Боге есть исцеление этих рам. И, дамы и господа, братья и сестры, в такой не очень дружной семье народов нашей земли однажды Бог создал еще один народ. Бог родил в этой семье народов еще один народ, найдя одного человека с очень интересной судьбой. Мы знаем его из Библии Авраам, по-тутамски Еврагим. Авраам, он был человеком веры. Бог именно от него родил новый народ. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил патриархов и весь остальной народ произошел. И еще Аврааму, отцу нашему, Бог сказал всемогущий, что его потомки будут рабами. Они познают вкус рабства. Их спины познают кнут и плеть надзирателя. Они попадут в позор и унижение, достигнут дна и даже пробьют это дно. Но рукою крепкую и мышцей высокую, высокую, простертую, Бог обещал спасти. И он это совершил во времена Моисея. Бог свершил великий исход. Слава Богу. Так вот, и всякая межнациональная вражда это грех, но наибаче, если мы враждуем с народом, имеющим особенную миссию на этой земле, с первенцем Бога, касающийся вас, касается зеница ока его. И это очень печально, что на протяжении многих столетий христианство историческое пыталось пальцем Богу в глаз тыкать. От этого ничего доброго не происходило и не могло просто происходить. Так вот, первая проблема антисемитизма, кстати, она даже первая в списке, историческая наша, историческая первая, еще во втором столетии уже симптомы вот этого страшного заболевания, гетостаза которого впоследствии все тело Христа так или иначе покрыли, уже проявила себя во времена Папы Римского Виктора и потом при Константине Великом этом антихристе четвертого столетия и дальше как говорится в лес больше дров. Вот, вторая проблема, первое, антисемитизм запомнили, вторая проблема, более детально я рассказываю в семинарах по истории христианства, кому интересно можете прослушать курсы старые, новые есть записи в Киеве планируем как раз перед Пасхой после Пасхи делать записи уже нового семинара более такого насыщенного ну и Ютубе есть там вот не забывайте подписываться лайкать не стесняйтесь там делиться как говорится да на правах рекламы вот значит и ваш покойный слугар архиепископ Сергей Журулев там можете найти на Ютубе мой канал вот и так вот вторая проблема первая антисемитизм вторая цезарепопизм цезарепопизм именно вот эти две главных таких проблем они сделали возможным то что произошло цезарепопизм цезарь ну это понятно это царь да как бы да светская власть руководство да цезарь папос это духовная власть цезарепопизм это есть разное определение цезарепопизма но вот я обычно даю такое это цезарепопизм это система взаимоотношений церкви и государства цезарепопизм система взаимоотношений церкви и государства когда государство управляет церковью. Государство управляет церковью. И церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. Церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. То есть цезарь-паппизм – это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью. А церковь становится послушным инструментом, орудием в руках сильных мира сего. И Мамона уже тогда является господом политика. Это ненормальная ситуация совершенно. Но именно через цезарепопизм пришли фактически все проблемы в жизни исторического христианства. Это упомянутый в прошлые вечера педобаптизм. Помните, я говорил, что такое педобаптизм? Это крещение детей, считается, малолетних. Или же, точнее, крещение без просвещения, крещение без обращения, без спасения. Это улица Владимира Великого называется. И Владимир Великий при всем уважении к памяти, исторической, но и всех его заслугах политических, государственных, при всем уважении, он крестил, но без просвещения. То есть то, что произошло тогда, происходило в те годы, в конце 10-го столетия, крещением в библейском смысле этого слова нельзя назвать. Великий русский писатель Николай Лесков в конце 19-го века писал об этом так. «Русь, благод, крещена, но не просвещена». Он работал много в архивах, в том числе и в Киеве работал, в архивах монастырских, летописи, изучал историю крещения Руси и распространения христианства в первые столетия истории на Руси. И он Киевской Руси, и Николай Лесков, да, он сделал такое заключение в то время, когда в Российской империи тогдашней праздновалось 900-летие, официально, памперсно, торжественно праздновалось 900-летие со дня принятия христианства на Руси. В Киеве был открыт один из самых красивых соборов в Украине, это Владимирский собор, он посвящен имени этого князя, ставшего палачом своего же народа. Знаете ли, и Владимир, он действительно, как вот Николай Лесков, тот же Николай Лесков, кстати, о Владимире, о Руси крещении, он сказал, Русь была крещена, но не просвещена, а о самом крестителе этом, так называемом, да, он сказал следующее, он, Владимир, принял христианство, но не принял Христа. Его знаменитые, вот оно вот как раз, изучая биографию Владимира, он сделал такое заключение, что он принял христианство, как религию, да, но не принял самого Христа. Христианство без Христа, христианство без Христа, это порождает чудовище. И знаете ли, вот огнем и мечом свершившееся крещение, я не говорю, что все были насильно крещены, но те, кто были крещены, они были крещены без просвещения. Бабушка Владимирова, Ольга, она была другой совсем правительницей, она была женщиной, именно действовавшей не в духе времени, а все-таки в духе Христа. Ольга, да, она молодец, она действовала методом, нашим методом христианским, методом убеждения, примера личного, но не насилия. Хотя, знаете ли, она имела возможность гораздо меньшей кровью крестить Русь, она имела авторитет, ее боялись, ее почитали, и она имела возможность меньшей кровью крестить Русь, но она избежала этого искушения, слава Богу. А Ольга не сделала этого, а вот внук ее, к сожалению, пошел совсем другим путем. Вот, и беды многие именно из того. Ну, Владимир действовал, скажу так, в духе времени. Не в духе Христа, а в духе времени. В то время многие князья, царьки, они таким образом поступали. Крестились сами, и народы их, и было чаще всего из-под палки все. Вот, по принуждению. Потому что бизантийские законы того времени, они позволяли коснить за отказ принятия христианства, за отказ от крещения. Вот такие были варварские законы. Вот, и, конечно же, антисемитские многие вот эти вот законы тоже пришли на Русь как раз сразу после крещения. И традиции эти. Хорошо, друзья. А, кстати, вот, даже, если говорить о религиозном оккультизме в целом, то вот многобожие, я вот об этом уже говорил, да, многобожие, на прошлых, в прошлые вечера. Многобожие это в христианстве историческом выражается, в вере, как бы, такой ложной вере, в разных родах посредников к Богу. Как бы, якобы, пред Богом множество посредников, ходатайев, которые, умерших, святых, ангелов, которых наделяют божескими свойствами такими. Все ведения, все присутствие, все знания. Вот, и вот это, на практике, это есть многобожие, действительно, многобожие. И многобожие, и идолопоклонство, самая бульдарная форма которого есть в почитании крестов, икон, мощей и прочей мерзости. Так вот, это все пришло в историческое христианство именно благодаря цезарепапизму, благодаря подчиненности государству, благодаря такому политическому заказу, политическому заказу на смешание христианства с язычеством. Ну, какие примеры можно привести? Масса примеров этих. Ну, вот, начиная с Константина Великого, в общем-то, императоры говорили примерно следующее. Цари, когдашние императоры, государьи говорили, что то, что мне угодно, это и есть канон церкви. Один из тогдашних правителей, вот его звали Геомиан, император, один из последователей Константина, он так и сказал, то, что мне угодно, это и есть канон церкви. Это большая беда, когда уже не церковь решает, да, не Христос, а политики, это императоры. Кстати, в своде законов Российской империи также было записано до самого 17-го года, кстати, да, только Керенский и молодое, тогда демократическое правительство, временное, так называемое, правительство, в начале 17-го года, 1917-го года, отменило этот 14-й том вообще, как таковой, из свода законов Российской империи, он выделялся особенно, 14-й том, когда, там были собраны все как раз документы, вот, государственно-религиозного взаимоотношения таких, и там было написано прямо в преамбуле, что головой церкви является его императорское величество, пусть и вшел с его до законов, его императорское величество. Да, это было с Петра Алексеевича, вот, и до, да, Николая Второго. Главой церкви считался его императорское величество. Это большая беда. Но главой церкви является кто, друзья? Христос. У нас есть одно императорское величество. Иисус Христос. Иисус Христос, Иисус Господь, Иисус Царь. Аминь. Вот, и, конечно, много других всевозможных родов учений можно приходило в жизнь церкви. Ну, пример какой приведу. Вот, многобожие, первые века христианства, вот, в Деяниях Апостолов, мы читаем же Деяния Апостолов, да? Молились ли христиане кому-то вообще, помимо Господа? Там, Матери Иисуса Христа, допустим, там, каким-то пророком умерший? Нет? Нет, конечно. Вот, и первых 300 лет не молились никому, помимо Господа, вообще христиане. Вот, да и потом целое столетие, четвертое столетие уже, четвертый век христианской эры, уже легальная, официальная, государственная церковь, вот, собирались даже вселенские соборы, в этот момент два первых вселенских больших, огромных собора, и никому в голову не приходило даже, что молиться нужно, как бы, и можно, а кому-то еще вообще, на стороне, помимо Господа, никому даже в голову не приходило вообще подобное. Да, целое столетие, лишь в самом конце четвертого столетия, в начале пятого века уже, появились вот подобные мнения. Они стали провозглашаться. Поначалу они осуждались церковью, а потом, к сожалению, благодаря ярко выраженному такому политическому заказу, они стали церковными уже доктринами. Это было в 431 году. В 431 год. То есть первых 400 лет, запомните, друзья, не дайте вас обмануть всякого рода религиозным демагогам, словоблудам, которых очень много. Не дайте себя обмануть. Знаете четко, запомните четко, что первых 400 лет истории христианства христиане не молились никому помимо Господа Бога. Никому не молились. Первых 300 лет гонений, когда наших с вами братьев, сестер, старших, по техе ради порой бросали там в театрах на растерзание львам, в то время, время мучеников, исповедников, время апологетов и мучеников, молились христиане только лишь Господу. И потом еще целых 100 лет, даже чуть больше, де-факто, де-юре, христиане молились только лишь к Богу. И первые такие лжеучения о молитве, якобы возможной молитве, допустимой молитве кому-то еще, помимо Господа, это было в самом конце 4-го, начало 5-го столетия, и родиной этих лжеучений была Африка, Северо-Восточная Африка, нынешняя Сомали, там это учение было потом в Египте, безусловно в Египте. В этих провинциях, в далеких порой очень провинциях и территориях, были монахи, монашество. Чаще всего это вчерашние гностики, школы гностицизма, которые были ярко выражены антисемитского направления, антибиблейского, и все, что Бог в Библии, библейский истинный Бог запрещал, у них наоборот это как раз считалось добродетелью. Бог запрещает всякого рода спиритизм, общение с умершими. И гностики наоборот, как раз они считали это добродетелью, считали это как раз духовностью, настоящей. Вот. И каким образом эти монахи получили откровение о необходимости, о возможности вообще даже, допустимости налиться кому-то еще, помимо Господа, через спиритизм, кому-то и являлись ангелы. Ангелы могут являться разные, друзья. Сегодня вечером мы приветствуем ангелов Господних, посланников Всевышнего. Начало субботнего дня, обычно поем эту песню, приветствуем ангелов Господних. Сегодня и в этом собрании, сегодня ангелы Господни, посланники Всевышнего, они присутствуют, они есть, и будет еще больше и больше в этом собрании. Но вы знаете, друзья, это никогда не является для нас поводом молиться к ним. Нет. Ни в коем разе. Это служебные духи. Это служебные духи. Ни поклонения, ни служения им, ни молитвы им недопустимо для верующего человека. Недопустимо. Ни в коем разе, друзья. И имеющим наследовать спасение, они нам, то бишь, они служат. И от Бога приносят всякие подарки, бывает тоже. Но всякие вести. Но не больше. Не больше. Так что, друзья, но монахи того времени, они заблуждались, не зная писаний, ни силы Божьей. Вот. А постигая вот силу такого спиритизма, оккультизма. Да. И кстати, молитва за упокой в это же самое время, за умерших, в это же самое время и идолопоклонство, и молитва за упокой тоже самое рождалось. Примерно таким же образом. Ну, самый такой пример, я обычно тоже в школах привожу, это Макарий Египетский пример. Один из египетских этих монахов, ну, они все были практически египетскими тогда, значит, он, или экиопскими, так вот, он, Макарий Египетский, он получил откровение, что якобы можно молиться за, и даже нужно молиться за умерших. Ну, по крайней мере, вне христианства, кто умер, вне церкви. Значит, и поводом послужило, что он, значит, беседовал с одним духом умершего человека, которого он вызвал, найдя череп человеческий в пустыне. В житии Макария Египетского он официально святой, к сожалению, до сих пор, вот в традиционном православии, в гадрицизме, ну, в православии, в частности, восточном, он официально до сих пор святой, и ой, хай бог милой. Ну, ладно. Хотя, после вчерашнего вечера, я думаю, вы уже не удивляетесь, потому что вчера я назвал них-то имена святых, которые вообще, да, как говорится, души святых святых на нас все. Вот, значит, и, так вот, и, значит, да, Макарий Египетский, он нашел человеческий череп, каким образом вызвал духа, которому при жизни черепа надлежал, и начал диалог. Из этого разговора Макарий узнал следующее, что вот этот бедолага умерший, он, как бы, при жизни был жрецом оккультной египетской древней религии. Вот, Макарий стал расспрашивать его, там, значит, где он сейчас находится, и как он себя там чувствует, поживает, как он там, то, что он выглядел, как-то неважно. Вот, значит, тот дух ему объяснил, что поживает он очень плохо, мучается и прочее. Вот, и может ли ему помочь? По мнению Макарии, да. Молитва живых могла помочь, даже таким бедолагам, потому что, как бы, когда их там поминают, то даже находящиеся на самом дне ада, в мучениях, эти люди, как бы, эти души, они видят друг друга, у них какое-то утешение есть для них там, ну, какой-то перекур там, или что там. Одним словом, что-то для них там какое-то послабление бывает. Вот, и тот Макарий, он как бы растрогался, расчувствовался, вот, и сделал вывод, что да, значит, помогает умершим, и вот, за них молитва. Вот, подобные, подобные общения, спиритические с бесами общения были в то время у монахов весьма популярны. В житии Макарь-Египетского, там, в официальном, в издании русской православной церкви, московского приобхата, у меня это есть издание, там, порядка 30 подобных эпизодов есть, больших и малых, встречаются таких примеров. Самый, конечно, сногсшибающий пример, это почти все это случаи, мы знаем всего слов или со слов его учеников.